Всем аня! С вами снова Дана Пак. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я буду рассказывать свою историю изучения корейского языка. Поехали! Я периодически смотрю видео про то, как другие изучают языки, что им помогает, какие системы они используют. И очень много сейчас подобных видео, поэтому я тоже хочу рассказать про то, как я изучаю язык. Знаете, сейчас самый основной вопрос, который задают те, кто начинает учить корейский язык, это сколько мне нужно времени для того, чтобы выучить язык. Ребят, выучить язык идеально? Это нужно всю жизнь. И всегда помните о том, что у каждого человека свой способ восприятия информации, своя степень понимания, скорость запоминания. Нельзя сказать, что окей, ты за год выучишь до шестого уровня, но так не получится. Кто-то действительно выучит до шестого уровня, а кто-то выучит только один. Все зависит только от вас, от ваших стараний, от вашей памяти, от количества времени, которое вы тратите на изучение языка. Если вы начинаете изучение языка, неважно, это корейский, английский, китайский, любой язык, который вы учите, постарайтесь каждый день уделять хотя бы 5 минут на то, чтобы повторить слова или какую-то грамматику. Потому что если вы не будете каждый день повторять, возможно, вы это забудете. Но если вы чувствуете, что вы не хотите, вам некомфортно, вот вы не можете сейчас, не заставляйте себя учить, это ничего не даст, вы все равно это забудете. Сейчас очень много ресурсов, на которых можно найти учебники или курсы по корейскому языку, поэтому пользуйтесь. На YouTube-канале ККЦ есть видео-уроки, если вы не попадаете к ним в набор, вы можете просто смотреть видео, читать учебник на официальном сайте, можете пользоваться мой блог. Не бойтесь начинать, очень много информации сейчас бесплатно, когда я начинала, очень мало было информации. И мои друзья рассказали мне про то, что они пошли учиться в ККЦ, на тот момент они жили в Москве, и они ходили оффлайн занятия, тогда еще не было коронавируса, все было оффлайн. Но благодаря им я узнала о ККЦ и смогла поступить на онлайн-курсы. Скоро начнется осенний набор на курсы корейского языка в Корейский культурный центр, но я посмотрела, что в этот раз первого уровня онлайн не будет. Как я начала учить корейский язык и для чего? Несколько лет назад я познакомилась с этническим корейцем, завязались отношения, мы начали встречаться, и он предложил мне поехать в Южную Корею, потому что он хотел там работать. В принципе, не так долго думая, я согласилась, но единственным вариантом попасть не в Южную Корею, это сделать визу языковых курсов. Языковые курсы D4 виза. Правда, учить корейский язык я начала немножечко раньше, потому что я уже предполагала, что я поеду в Корею, и я прекрасно понимала, что я уже достаточно старая, мне на тот момент было 32 года, и я понимала, что для меня изучать иностранные языки это очень сложно, поэтому еще до того, как мы поехали в Корею, мой молодой человек начал обучать меня корейскому алфавиту хангыль. Возможно, некоторые из вас слышали про такую систему, когда вы, используя русское слово, меняете какую-то букву на иностранную, например, вот так, и так вам проще запомнить иностранный алфавит. Таким способом он начал меня обучать. Я начала учить хангыль, потом мы уже начали использовать корейские слова, такие какие-нибудь коротенькие, типа там муль, пап, сон, паль. И я начала учить корейские буквы, начала запоминать, и это очень сильно помогло мне в изучении корейского, потому что когда я приехала на языковые курсы, алфавит мы изучали два или три дня. То есть запомнить все это за это время я бы не смогла. И вот тут давайте сделаем такое отступление. В моей группе было 30 человек. Из этих 30 человек 28 человек это были вьетнамцы. Плюс была я из России, и еще был один мальчик из Пакистана. И спустя вот эти два или три дня изучения алфавита, когда мы уже начали читать слова, потому что мы уже должны были за эти дни выучить все буквы, он пропал. Его нет один день, второй день. И я подошла к учительнице и спросила, собственно, ну что случилось с еще одним иностранцем не из Вьетнама, куда он делся. И мне сказали, что он пришел к выводу, что он не потянет это все. Попросил вернуть ему деньги и уехал домой. Таким образом, среди иностранцев я осталась единственным человеком, который был не из Вьетнама. Знаете, меня очень поражало то, насколько быстро вьетнамцы изучали язык. Мы занимались каждый день с 9 утра, с 12 до часа у нас был обед, потом мы занимались еще один час и шли в библиотеку, делали там домашнее задание. Каждый день мы проходили по 30-80 слов. Может быть, у кого-то действительно такая феноменальная память, и вы можете в день запомнить 50 слов. Я не могу. Поэтому для меня это было большой проблемой. Я не понимала, как вьетнамцы все это запоминают. Практически всегда все, что я писала, было неправильно, потому что я путала буквы О, буквы Н и буквы Н. И для меня это было огромной проблемой. И знаете, это все накапливалось, как снежный ком. И вот тут я хочу сказать, ребят, никогда не делайте так, как я. Если вы приехали в Корею, вы думаете, все, я здесь научусь, меня здесь научат, и ничего не делайте помимо занятий. Это не так. Возможно, потому что все-таки в тот момент не так много было источников, ресурсов, учебников. Я не пыталась где-то что-то читать самостоятельно. И это было самой большой моей ошибкой, потому что где-то я не понимала какие-то правила, где-то там что-то я не могла запомнить. Я не читала это на русском языке. Я считала, что мне достаточно того, что я прохожу на корейском, но это было не так. И вся эта информация, все, что я не могла выучить, это все копилось, как снежный ком. И в итоге я не могла самостоятельно переводить тексты, как вьетнамцы сидели, переводили. Я сидела с телефоном, я все время переводила какие-то слова, предложения. И, в принципе, без переводчика я практически ничего не могла ни перевести, ни написать. В конце семестра мы издавали сочинения, мы писали экзамен а-ля топик, то есть у нас был какой-то вариант топика, который мы просто решали. Ставили баллы, из чего дальше мы либо переходили на следующий уровень, либо оставались повторно. В принципе, по тем баллам, которые я набрала, я могла перейти на второй уровень, но меня учительница спросила, хочешь ли ты остаться еще раз на первой или перейти на второй. Я сказала, я хочу остаться на первой, потому что очень много слов, которые я не помню. Я хочу учить все это второй раз. Второй раз. Второй раз я пошла на первый уровень, и в этот раз группа у нас была замечательная, нас намиксовали. У нас была девочка из России, мальчик из Украины, из Мьянмы, из Японии, из Китая, из Вьетнама, то есть у нас из Америки была девочка. У нас была такая миксованная группа, в которой нам было гораздо интереснее. Понимаете, вот вьетнамцы, они даже если понимают английский, они с вами на английском не разговаривают. То есть для меня это была большая проблема, я не могла с ними говорить. В миксованной группе мы общались с американкой, с китайцами, с японцем, мы общались на английском языке. У меня английского у нас у всех было невысок, но мы друг друга понимали. И вы знаете, вот эта атмосфера легкости и сплоченности мне очень сильно помогла, мне было гораздо проще. Поэтому, ребят, если вы собираетесь ехать на языковые курсы, вы всегда узнавайте, в какой поток вы попадаете. Я должна была попасть в весенний, поток, но не успела, потому что у молодого человека были проблемы с паспортом, поэтому мы не успели. И я попала на летний семестр. А в летнем семестре, лично в моем, в Дон Гук университете, были только вьетнамцы. Кстати, уже в конце моего обучения на первом семестре, моя учительница разговорная открыла мне большую тайну и сказала, что на самом деле вьетнамцам для того, чтобы попасть в Корею, чтобы получить визу, им нужно учить язык. И все эти ребята, с которыми я училась, они уже изучали корейский язык полгода. Ребят, ну как можно сравнить человека, который просто вот ноль, с теми, кто изучал язык полгода? Во второй группе все пошло гораздо лучше. Я начала лучше запоминать слова, я начала их упорно учить. Мне действительно это было интересно и нужно. Поэтому без проблем я перешла на второй уровень. После того, как я закончила второй уровень, мы писали экзамен топик. В общем-то я его сдала, у меня был второй гыб. На этом мое обучение подходило к концу, и мы не хотели дальше платить. Честно говоря, я должна была учиться полгода, два уровня, но так как я два раза училась на первом, нам пришлось заплатить немножко денег, чтобы я доучилась на втором. После этого мы решили, что это очень дорого, проще будет пожениться, сделать мне семейную визу и учиться на бесплатных курсах. Есть такие курсы, сахвитон хапкорограмм, программа для этнических корейцев, для мужей и жен корейцев. Ну и собственно, для всех, у кого есть долгосрочная виза, рабочая или учебная, это не важно. То есть я имела право учиться по этой программе, но мне эта программа не давала ничего, кроме изучения языка. Собственно говоря, мы оформили брак, сделали мне визу F1 и по визе F1 я пошла на эту программу, сахвитон хапкорограмм. Но тут возникли непредвиденные обстоятельства, потому что я забеременела, у меня были проблемы с беременностью, с моим здоровьем, у меня была угроза выкидыша. После второй угрозы врач сказал, я не понимаю вообще, что происходит, а я такой человек, вы знаете, меня когда спрашивают на уроках, я очень нервничаю, правда, потому что это чужой язык, и на самом деле, когда меня в лоб спрашивают, я даже на русском языке забываю иногда слова, там не знаю, сколько мне лет, как меня зовут, а на чужом языке для меня это вообще огромный стресс, и я рассказала об этом врачу, и врач сказал, что все. Либо ребенок, либо курсы корейского языка, поэтому курсы пришлось оставить. На этом изучение корейского в Корее у меня закончилось, и я пыталась, конечно, учить, когда ребенок был маленький, но было очень сложно. Когда у вас будут дети, вы поймете. Вернувшись в Россию, я пришла к выводу, что так как мы собираемся все-таки возвращаться обратно в Корею, мне нужно учить язык. Я начала вести блог на Дзене, если вы не подписаны, подписывайтесь. И я записываю все, что я прохожу. Для меня так проще, я лучше запоминаю информацию, и для меня проще, потому что когда я что-то не помню, и я хочу посмотреть, мне не нужно искать какой-то учебник, я просто захожу в свой блог и ищу тему, которая мне нужна. И на самом деле я периодически так делаю, и меня же мой же блог спасает. Я начала вести блог, в котором я веду по Соджону, Соджон Хактан. У меня уже есть первый, второй, третий, четвертый учебник. Сейчас начала пятый, но немножечко застопорилась, потому что у нас тут немножечко ремонт. Вы видите, у меня тут сменился антураж. Надеюсь, что на этой неделе все-таки мы сделаем мне стол, и я смогу наконец-то снова сесть за компьютер и продолжать. Начала вести этот блог, начала с самого начала, потому что я понимаю, что я ничего уже не помню, ну, не то чтобы прям совсем ничего, но я многое забыла, поэтому я начала сначала с первого уровня. Я повторила первый, второй. Решила, что пора бы мне начать заниматься с преподавателями. Я сдала вступительный экзамен в Корейский культурный центр на онлайн-курсы. Я сдавала два теста на третий учебник и на четвертый. Я сдала, соответственно, на 96 и на 72. Я решила, что 72 это мало, и лучше-ка я пойду на третий. Нисколько об этом не жалею. У меня был прекрасный преподаватель. Я очень надеюсь к ней попасть на индивидуальные занятия, но, к сожалению, пока что финансы не позволяют. Я отучилась третий уровень, потом поступила на четвертый по закрытому набору, прошла четвертый. Недавно я закончила летний семестр разговорных курсов Соджон в ККЦ тоже. И пока что, я думаю, наверное, не буду больше никуда поступать. Буду продолжать свой блог. Возможно, в Корее я вернусь на софету. Ну, хотелось бы. Не знаю, как получится. Поэтому, ребят, если вы начинаете учить язык, неважно где, пользуйтесь русскоязычными учебниками, сайтами. Сейчас очень много сайтов. И вот я, например, сейчас изучаю корейский язык при помощи сайта Соджон Хактан. У них там очень много разных курсов. Там есть и про корейский язык, и про культуру. Там даже есть курс корейский язык для тех, кто любит кей-поп. Всегда в моем блоге есть ссылки на этот сайт. Я вот здесь где-нибудь еще оставлю ссылку. И в описании, конечно же, оставлю. Пользуйтесь обязательно этим сайтом. Он очень помогает. Также я оставлю ссылку на свои посты, в которых я писала про ресурсы, где можно изучать корейский язык бесплатно. Обязательно пользуйтесь. Что еще хочу сказать? Знаете, я пришла к выводу, что некоторые ребята правильно пишут. Не пытайтесь изучать язык сразу по десяти системам, десяти учебникам. Так не получится. Лучше возьмите какую-то определенную серию, изучайте по ней. И потом переходите к какой-то другой. Либо, если вы понимаете, что вам недостаточно объяснения в одном учебнике, почитайте это в другом, но не изучайте сразу все. Так не получится. Моя история изучения корейского, это скорее история неудач, чем успехов. Поэтому никогда не делайте так, как я. Не думайте, что все за вас кто-то сделает. Если вы действительно хотите выучить язык, ищите информацию, обязательно учите слова, используйте карточки. Я сейчас пользуюсь Memories, мне очень нравится. Пользую карточки с него, несколько курсов, по которым я ежедневно повторяю слова, потому что если я ежедневно не повторяю слова, я их забываю. Я не знаю, как вы, но, блин, ребята, мне сейчас 40 лет, и я не запоминаю слова на всю жизнь. Каждый день я повторяю, поэтому повторяйте каждый день. Не знаю, очень многие рассказывают про квизлит, но мне квизлит не зашел. На самом деле я очень благодарна Корейскому культурному центру. Третий уровень был просто шикарный, разговорные курсы были просто шикарные, я в восторге. Мне очень понравилось, я познакомилась с новыми людьми, с некоторыми продолжаем общаться до сих пор. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте под видео, я обязательно отвечу. Всем спасибо за просмотр. И хоть уровень английского у нас Да, у нас постоянно И хоть уровень А Субтитры сделал DimaTorzok